Новости среды 26 февраля в студии Денис Дворяшин. Здравствуйте. Сегодня в программе. Грядущая сессия депутатов обещает быть жаркой. Какие вопросы будут самыми спорными на пресс-конференции, рассказал спикер собрания. Фредди Меркьюри жив, пока живы его песни. В Котласе с концертом выступила группа Радио Квин. Блины на завтрак, блины на обед, блины на ужин. Главное масленицу не набрать лишний вес. Юные защитники отечества сразились в спортивных и интеллектуальных этапах в муниципальной военно-патриотической игре. 30-я сессия городских депутатов намечена на завтра. Сегодня о вопросах повестки на традиционной пресс-конференции журналист нам рассказал спикер собрания Александр Степанов. Это первая очередная сессия 2020 года, а потому ее повестка внушительная. Например, в числе социальных вопросов избранникам предстоит утвердить порог доходов граждан для присвоения им статуса малоимущих. В прошлом году среднемечный минимальный уровень дохода для трудоспособного 12,525, с 1 марта этого года будет 13,045. Для пенсионного возраста неработающих инвалидов было 9,635, с 1 марта 9,978. Дети было 11,002 рубля, станет 11,561. 7349 рублей. Такую сумму компенсации на погребение также предлагается утвердить депутатам. По сравнению с 2019-м она выросла на 6 с лишним процентов. А еще завтра будут внесены изменения в прогнозный план приватизации. В этом году от реализации муниципального имущества планируется выручить почти 21 миллион рублей. Также на сессии депутаты намерены расширить перечень специалистов, которые вправе составлять административные протоколы. Даются эти полномочия Комитету гражданской защиты, председателю, главному ведущему специалисту Вочегодской администрации, главе и главным ведущим специалистам управления по соц. вопросам, главным ведущим специалистам-юристам. Им дается право составлять протоколы по вопросам нахождения детей в местах, где может быть нанесен вред их здоровью. По мнению Александра Степанова, одним из горячо обсуждаемых на сессии станет вопрос об утверждении состава нового общественного совета. Завтра депутаты рассмотрят 14 претендентов, из которых проголосуют за семерых. Именно они и войдут в новый совет. Еще семь кандидатур должен предложить глава города и одну областной общественный совет. Мы должны из 14 человек выбрать семь. Люди известные по алфавиту. Олешков Иван Васильевич, Елисеенкова Елена Николаевна, Завадский Дмитрий Николаевич, Костина Анатолий Аркадьевич, Лепкасова Лариса Николаевна, Милентьев Сергей Николаевич, Митянина Ирина Анатольевна, Могилевский Владимир Андреевич, Нагорный Алексей Григорьевич, Свистак Павел Янышевич, Сивкова Ольга Васильевна, Фирсов Константин Алексеевич, Холопова Елена Николаевна и Янович Олег Александрович. Еще один острый вопрос грядущей сессии бюджетный и его народные избранники уже рассматривали две недели назад на внеочередной сессии. Но тогда он не набрал нужного количества голосов. Финуправление предложило порядка 46 миллионов рублей направить на увеличение отдельных расходов бюджета, в том числе на строительство здания детского сада, школы, автодороги по проспекту Мира, на установку леерных ограждений, модернизацию пешеходных переходов, реализацию программы по переселению граждан из аварийного жилья, ремонт и крыш муниципальных учреждений. А еще на приобретение мусорных контейнеров в рамках софинансирования с областным бюджетом и на новый автомобиль для администрации. Именно с последними пунктами народные избранники из объединения наш Котлас были не согласны. Найдут ли администрация и парламентарий компромисс на сей раз, это мы, видимо, узнаем только на самой сессии. Об этом сегодня на встрече с главой нам обещали дать более детальную и подробную информацию. И только этой встречи вы услышите завтра. А еще завтра избранники утвердят или нет порядок освещения деятельности собрания депутатов с журналистами нашей редакции. Подведут итоги своей работы, намесят планы на этот год. Всего на очередной сессии им предстоит рассмотреть 16 вопросов. Еще один вопрос вынесен на внеочередную сессию. Мальчишки начальных классов школ выяснили, кто из них лучшие юные защитники отечества. Муниципальная военно-спортивная игра с таким названием прошла в школе номер 17. Попасть в цель дротиком, отжаться как можно больше раз, по-армейски быстро одеться за 45 секунд. Это лишь часть испытаний, которые пришлось пройти юным защитникам отечества в рамках муниципальной военно-спортивной игры. Настоящие защитники должны защищать не только себя, но и всю страну. Еще защитники должны быть сильными, храбрыми и выносливыми. Уже в третий раз муниципальная военно-спортивная игра «Юные защитники отечества» прошла на базе 17-й школы. Это, кстати, одно из самых патриотически нацеленных учебных заведений Котласа. Здесь раньше всех появился кадетский класс, юно-армейское движение, отряд юных друзей полиции. Мы хотим познакомить их на этом конкурсе, как воинам наших сложно бывает в различных ситуациях, и, конечно же, приобщение и знание истории нашей Родины, нашей России, нашей армии. В этом конкурсе состязались мальчишки из 14 городских школ. Допускались на него исключительно учащиеся начальных классов. По мнению организаторов, юный возраст самый благодатный для того, чтобы привить ребятам чувство патриотизма. Для того, чтобы дети уже были готовы защищать свою Родину, поэтому все делается постепенно, но и личным примером, и проводя определенный комплекс набор мероприятий, патриотической направленности, чтобы они уже были готовы к службе в армии, к защите своей Родины, своих родных, близких. Прежде чем попасть на муниципальный этап, ребята прошли отбор в своих школах, тренировались на уроках физкультуры и дома. Я дома репетировал, одевая рубашку, штаны, туфли, и рекорд был 36 секунд. Время засекала мама. Я подтягиваться умею, приседать. Ну так, я люблю спортом заниматься. Помимо силовых этапов, в конкурсе были и интеллектуальные. Ребята отгадывали кроссворды, читали стихи о войне, выполняли тесты. И, конечно, пели патриотические песни, вспоминая при этом своих родных. На портрете мой прадед, его зовут Иван. Он для меня дорога, потому что он спас нашу Россию. Это важно для истории, это моя память. Я хотела, чтобы он остался в живых, но мечты иногда не сбываются. Лучше всех нелегкие испытания муниципальной военно-спортивной игры преодолели ребята из 75-й школы. На втором месте воспитанники школы номер 82, на третьем – учащиеся 91-й школы. В Котласе продолжается рейтинговое голосование, которое должно определить общественные территории. И именно они будут благоустроены в рамках реализации программы по созданию комфортной городской среды в 2021 году. В лидерах три варианта – городской парк, квартал ограниченный улицами Мелентьева, Мира и Конституции, сквер Победы рядом с реабилитационным центром и зеленая зона в районе школы номер 18. Проголосовать за одну из территорий можно на официальном сайте администрации муниципального образования города и в группе администрации Котласа ВКонтакте. А сделать это можно до 28 февраля, причем участниками голосования могут быть котлашане от 14 лет, включая школьников и студентов. Также оставить свой голос за выборную территорию можно в 104 кабинете городской администрации, а жителям Вычегодского – в своей местной управе. 5 марта с 10 часов в здании Котласской межрайонной прокуратуры на Дзержинского 6-Б прием по личным вопросам будет вести прокурор области Виктор Насеткин. Прием будет осуществляться в порядке очередности при предъявлении документа удостоверяющего личность. В актовом зале Вычегодской специальной общеобразовательной школы прошло традиционное общешкольное мероприятие «Смотр строя», которое было посвящено Дню защитников Отечества. Вот уже много лет в коррекционной школе проходит конкурс «Смотр строя». В нем принимают участие почти все учащиеся. Это одно из крупных патриотических мероприятий учреждения. И чтобы оно стало ярким и запоминающимся, готовятся к нему ребята долго и ответственно. В этом мероприятии участвуют ученики 2-х и 12-х классов. Ребята очень ответственны и серьезно подошли к подготовке этого мероприятия. Вы сами сегодня могли убедиться в том, что они очень серьезны, ответственны. Герой никогда не забудет. Подростки, которым приходится тратить годы на то, чтобы научиться говорить, тренировались ежедневно. Ведь во время строевого шага нужно было попытаться максимально соблюсти военный устав, в котором он регламентирован. А еще нужно было быть лучше своих соперников. Ведь шаг каждой команды оценивало строгое жюри. А руководил «Смотром строя» подполковник, председатель городского совета ветеранов войны и труда Владимир Лукьянов. Конечно, мне очень понравилось. Там дети хорошо отнеслись к этому, все сделали грамотно и докладывали, и прошли строем. Конечно, для меня было, может быть, сначала непривычно эта обстановка, но потом я адаптировался, и как бы все прошло хорошо. Мне понравилось то, что педагоги в коррекционной школе смогли подготовить детей, все вот это организовать. Подряд 5 класса выполнение задания закончу. Зная, что у ребят проблемы со слухом, сложно представить, каких сил стоило им поприветствовать командира, сдать рапорт, озвучить девиз и название. А после показательной демонстрации строевых команд четко и слаженно пройти маршем по залу. Но ученики справились на отлично с поставленной задачей. Все были нацелены на победу и показали боевой настрой и характер. И несмотря на то, что в армию по здоровью эти ребята не пойдут, патриотическое мероприятие все равно очень важно для них. Ведь это память о героическом прошлом нашей страны и их предков. Каждый вечер репетировали, старались уважение к своей родине, помню предков своих. Ну, мы переживали, но все хорошо все. Если раньше смотр строя в коррекционной школе было закрытым мероприятием, то в этом году впервые на него пригласили важных гостей, в том числе и городских депутатов. Так в школе хотели подчеркнуть значимость грядущего юбилея победы. А еще именно это учреждение первым в Котласе провело мероприятие, посвященное году памяти и славы. За первое место в смотре строя и переходящий кубок соревновались пять команд. В результате усиленной борьбы победителем смотра строя стала сборная команды двух классов – 11-12-Х. Второе место заняла команда 8-го Б-класса. Команда 9-10-х Б-классов на третьем месте. 27 февраля в поселке Вычигодске в Совете ветеранов на Энгельса 63 пройдет встреча депутата областного собрания Ольги Порошиной с избирателями. Начало личных приемов – 15 часов. Общая встреча с вычигодцами начнется в 16.00. Масленичная неделя в разгаре. Жители города ждут народных гуляний, мечтают поскорее попрощаться с зимой и встретить долгожданную весну. И, конечно же, пекут блины. Самые лучшие рецепты приготовления главного масленичного блюда в Котласе узнала Елизавета Коллегина. Кстати, Елизавета творчески подошла к этому сюжету. Даже наряд выбрала в соответствии с традициями народного праздника. Похоже, что народные традиции горожане чтят и уважают. Но сами печь блины не очень любят. Почти во всех заведениях общепита спрос на главное масленичное блюдо вырос. Отведать любимое лакомство приходят целыми семьями – и взрослые, и дети. С чем Вы любите блины? Просто так. С мясом? С мясом еще любите? С сыром. С сыром. Со сметаной? С медом. С чем ты блинчики любишь больше всего? Скущенкой. Равнодушных к русским блинчикам нет. А это значит, что наш народ любит их вне зависимости от праздничных дней. Все знают, как навести тесто и испечь блины. Но все-таки на вкус они у каждого разные. Кафе в нашем городе много. Глаза разбегаются от ассортимента блинов и начинок. Давайте выясним, какие блины самые вкусные и заглянем в несколько уютных местечек города. Сейчас мне удалось сделать невозможное и попасть по ту сторону кафе «Гранат» и посмотреть, как же готовят блинчики на Масленичную неделю. Здравствуйте. Здравствуйте. Владимир, да, очень приятно. Ну что, как спрос на блины? В последние дни спрос на блины увеличился в связи с Масленичной неделью. Со сладостями, с вареньем, со сгущенным молоком. А взрослые уже более мясные начинки предпочитают. Ну что, попробуем мой первый блин? Ммм, фантастически вкусный. А мы идем в следующее кафе «Камида Рапида». Здесь в любое время года блины – одно из коронных блюд. К нам входит очень много народа, и все очень любят наши блинчики. Чем чаще всего их заказывают? Со сгущенкой, со сметаной, ветчина, сыр, цезарь, итальяна, много всяких. Они просто обалденные. Я думаю, что мы сейчас этот огромный блинчик прямо съедим. И, наверное, самой любимой и распространенной начинкой – это со сгущенкой. Блинчики фантастически обалденные, очень вкусные. Рекомендую в Масленичную неделю отправиться в это кафе. Блиндаж. Название этого кафе – как с полей сражений. Но самое ключевое слово в нем – блин. Причем размеры их здесь впечатляют, как и ассортимент. Детки любят со сметаной, со сгущенкой. Взрослые больше не мутрили, но с мясом, с курочкой, что-то. Хотите попробовать? Да. По особому рецепту. Мы блины делаем сегодня. Сегодня мы отведаем блинчики в торговом центре столицы на третьем этаже. Девчонки рассказали, что готовят с особым рецептом, а это значит готовят с любовью. Блинчики – они очень вкусные, свеженькие, а главное – большие. Мне кажется, что одним таким блином наесть здесь можно вполне. А в кафе «Сказка» в прямом смысле попадаешь в сказку, где главный персонаж – русская красавица Татьяна. Блинчики найдутся на любой вкус. И как для взрослых, так и для детей. Блинчики со сметаной, со сгущенкой, с вареньем. А дети, конечно, любят блинчики с мороженым. Ну что, друзья, попробуем теперь в кафе «Сказка» вот эти вот, как они сами говорят, самые востребованные блинчики с мороженым. Мне кажется, они удались. Ресторанные блины, конечно, вкусные, но все-таки они не сравнятся с домашними, в процессе приготовления которых поучаствовал каждый член семьи от мала до велика, в рецепте которых только проверенные временем и только вашими вкусами ингредиенты. Да и у самой блинной трапезы особое значение. На уютной кухне за масленичным столом близкие люди становятся еще ближе. Ну а те, кому скучно жарить блины традиционным способом, придумали флешмоб «Блин-перевертыш». Суть не в том, чтобы испечь вкусный блин, а в том, чтобы ловко перевернуть его в воздухе. Блины, как я выяснила, дело нехитрое. Напробовавшись их досыта, не заметила, как набрала лишние килограммы. Видимо, придется сбрасывать наеденное динамичными танцами на народных гуляниях уже в это воскресенье. Сотни катлашан посетили уникальный концерт группы «Радио Квин» в Дворце культуры. Легендарные хиты Фредди и Меркьюри, которые исполнили артисты, не только вызвали восхищение у присутствующих, но и заражали танцевальной энергетикой. В составе коллектива «Радио Квин» молодые ребята и девушки из Екатеринбурга. Уже два года они не просто представляют наследие группы «Квин», но и исполняют известные хиты с полной самоотдачей, добиваясь того звучания, которое покорило миллионы людей во всем мире. Влад Чайников – самый молодой вокалист недавно образовавшейся группы. И именно его голос перенес катлашан в атмосферу давно ушедшей эпохи. Потрясающее шоу, невероятный звук, незабываемое исполнение – все это вызвало яркие эмоции и восторг у зрителей. И они, безусловно, не пожалели о том, что провели свой досуг в тот вечер именно так. А все подробности о насыщенной гастролями жизни молодых артистов, о секретах рождения их группы и многое другое вы можете узнать из специального интервью после программы новостей. Что касается других звездных гостей нашего города, то график их визитов в наш город составлен. Билеты уже в продаже. Так, например, прекрасным подарком любимым станут билеты на спектакль «Любовь по понедельникам». Он пройдет в Котловском ДК 7 марта в 18 часов. На сцену выйдут Андрей Чернышев, Жанна Эпле, Вячеслав Разбегаев, Мария Добржинская. 9 марта во Дворце культуры можно будет зажечь на концерте «Легенды Вия» или «Мы с тобой танцуем». 16 числа в 19.00 на сцене Котловского Дворца культуры выступят артисты продюсерского центра «Русская гармонь» Светлана Калачева и Александр Ганичев с одноименной программой, а также народный ансамбль «Доброяр» с программой «Доброярские песни». На 29 марта запланирована встреча Котлашан с замечательным музыкантом, заслуженным артистом России Сергеем Трофимовым. Его творчество многогранно. Здесь найдется место и лиричным мотивам, и разухабистым песням, под которые хочется пуститься в пляс. А в апреле жители города ждут на уморительно смешную комедию, подыскивая жену недорого. В главных ролях Марина Федункев, Денис Косяков, Татьяна Морозова, Роман Богданов. Билеты на все мероприятия можно приобрести в кассе ДК. Продолжит выпуск наша новая рубрика «Гвоздь программы». Сегодня ее герой – группа «Радио Квин». Здравствуйте, ребята. Рада приветствовать вас в нашем городе. На странице своей группы ВКонтакте вы очень амбициозно заявляете о своем коллективе. Цитирую. «Мечтали попасть на концерт легендарных Квин и отвечаете, что в вашем исполнении это реально. Вы правда считаете, что можете сравниться с легендой мировой сцены Фредди Меркери?» Тут все, конечно, как это. Расцените посмотреть, потому что можно привязаться к каждому слову. Но я хочу сказать, что мы действительно большие фанаты своего дела. И у нас именно не кавер-группа, как у вас тут написано, а трибьют-группа «Радио Квин». Что значит полное погружение, полная отдача, полная проработка материала, песен группы, которые мы исполняем. У нас все ребята играют на инструментах, здорово. У нас есть пять вокалов для того, чтобы исполнять очень сложные песни группы «Квин», как «Поимин Рэпсоди», «Самбади Тулов», «Байсикл Рейс» и другие. И все мы это делаем вживую. За два года нашего существования мы уже сильно шагнули вперед. И у нас это все звучит очень неплохо. У нас очень много хороших отзывов, которые вы, наверное, уже тоже видели. И люди, многие действительно говорят, что когда закрывают глаза, представляют прямо себя на концерте группы «Квин». У нас Влад, например, вокалист. Многие его сравнивают с Фредди Меркурий. Кто-то кому-то это нравится, кому-то это не очень, потому что всегда найдется кто-то, кто скажет «Фредди Меркурий не повторить», «Зачем вы даже пытаетесь» и так далее. Я думаю, вообще любую группу возьми. Легендарную или не очень. Всегда люди будут ориентироваться на оригинал. Даже если бы, может, кто-то смог повторить или свое видение какое-то внести. Все будут всегда сравнивать с оригиналом, потому что для них, для их ушей это привычно. Поэтому, кто-то говорит, что мы как Квин, это так нельзя сказать. Конечно, они правы. Я тут не поспорю, что Фредди Меркурий неповторим в своем. Но воссоздавать это качественно и с любовью, то, что он делал, ну, в общем, мы стараемся это делать. У нас получается во многом. Мы стараемся воспроизвести любовное звучание группы. Каждую нотку, которую собирал гитарист, все, что есть, там, любой удар в барабан, интонации в вокале, мы это все стараемся сделать один в один. Насколько это мы способны сделать. И поэтому, как Миша говорил, мы не кавер-коллектив, которые свое видение песен исполняют, а мы постараемся точь-в-точь сделать все, как Квин. В вашей группе есть кто-то главный? Или вы все на одинаковом условии работаете? Ну, вообще, у нас есть директоры коллектива, люди, которые вкладывают в это деньги, люди, которые, ну, занимаются преимущественно организациями концертов. Вот, ну, как правило, все, так скажем, финансовые стороны, это их дело, а мы уже коллектив музыкантов, ну, равноправных, так скажем, музыкантов, друзей, музыкантов, любителей песен группы Квин. Вот, ну, зато, что касается художественной стороны процесса, то есть выбор песен, аранжировка, ну, построение вообще концерта, это все, это все наше дело, мы сами этим занимаемся, мы придумываем, и нам нравится даже это. Почему вы перепеваете песни как раз-таки группы Квин? Вы молодые ребята, и при жизни, наверное, не застали Фредди Меркури. Почему такое ретро? Конечно, это все с детства, это от отцов, старших братьев, ну, у меня во всяком случае, и, в принципе, я возрос на этой музыке, и у меня такое мнение, что, я бы сказал, пик где-то, может быть, конец 60-х, первая половина 70-х, вот, тогда столько всего интересного в музыке произошло, что до сих пор, с тех пор, может быть, не произошло даже, просто это какой-то взрыв был. Музыка стала очень сильно популярной, появилась куча разных направлений, это еще не превратилось в какой-то поп-конвейер, что мы наблюдаем сейчас. Вот, и там просто бриллианты музыки 20-го века зарождались именно там, и группа Квин, это, конечно, один из ярчайших представителей. Это ваше увлечение или работа? И то, и другое. Ну, да, мне всегда сложно называть это работой, хотя, ну, мы этим зарабатываем. То есть это такое увлечение, которым ты стараешься заниматься 100% своего свободного времени. Никогда не хотелось исполнять свои хиты, а не чужие? Мы исполняем свою музыку, но в других проектах. Да, это у нас проект именно об этом. Естественно, мы творческие люди и творчеством тоже занимаемся. Как вы нашли друг друга? Как образовалась ваша группа? Город Екатеринбург, он довольно музыкальный город, и там движуха музыкальная кипит постоянно, и хороших музыкантов много, и они, ну, в большинстве своем друг друга знают, держатся друг друга, там, джемят, обмениваются опытом. Вот, и так получилось, что, ну, да, мы знакомы с Екатеринбургской сценой, потому что мы участвуем в разных коллективах. Один предложил одного кандидата, второй предложил второго. Потом мы собрали бойс-бенд, так скажем, и играли группу Queen именно, ну, именно парнями. Вот, ну, в процессе репетиции выяснилось, что, чтобы воплотить такие сложные песни, как по геймин-рапсодии и так далее, нам нужно, ну, хотя бы, как минимум, пять вокалов. Вот, и мы нашли еще двух девчонок для этих целей, и у нас так вот все с этим получилось. Мы очень даже рады на эту тему. Они сегодня тоже с вами приехали? Они сегодня тоже с нами. Они всегда с нами. Чем будете удивлять нашего зрителя? Я думаю, что просто исполнением, потому что каждый раз, когда мы заканчиваем концерт, выходим со зрителями, фотографироваться, пообщаться. Самый распространенный комментарий – это я не ожидал. Я не ожидал, что так будет. Я шел, думал, ну, выйдут ребята, поиграют Queen, посмотрю, ну, послушаем музыку, а вы вот такие, такой вот комментарий обстановленный. Право исполнять песню группы Queen вы получили официально? Конечно. Есть какие-то документы это подтверждающие, да? Да, заключено лицензионное соглашение с российским авторским обществом. А что вы делаете с акцентом? Говорят, невозможно чисто исполнить иностранную песню. А у вас это получается? Как музыкальные слухы есть, так же я слушаю оригинал и стараюсь повторить так же. То есть мне без разницы даже какой язык. Я даже язык-то толком английский не знаю. Но люди, которые знают, говорят, что получается. Ну и вообще у нас в группе есть переводчик по-английскому. То есть это один из бэк-вокалистов. Вокалистка Анна, она у нас очень-очень хорошо там разбирается. Которая нас поправляет. Нас себя поправляет и оставляет в этом деле. Фильм «Богемская рапсодия» помог продвинуться вашему коллективу? Я думаю, что, конечно, помог. Нас, конечно, все обвиняют, что вы решили на волне фильма поспекулировать и заработать. На самом деле идея нашего коллектива родилась задолго до этого. И первые репетиции уже где-то за полгода до фильма у нас начались. И первые концерты прошли тоже до выхода фильма. И никто, конечно, мы даже о фильме не думали. И никто такого успеха в фильме не предвещал. Но фильм помог, наверное, собрать более широкую аудиторию. То есть действительно молодых людей много добавилось. Вас можно увидеть на каких-то крупных российских концертах? Или это не ваш формат? Да, мы в Екатеринбурге играли на крупнейшем, не знаю, в стране фестивале музыки. Называется «Ночь музыки». Это когда по всему городу просто сотни площадок. Очень большие площадки, маленькие площадки. Все это бесплатно вроде бы, да? Для людей. То есть мы летом играли на таком фестивале. Народу было, наверное, много-много тысяч. Какие у вас планы вообще вашей группы? Ну, мы работаем, вот с Владом работаем над музыкой. Хотим записать альбом авторской музыки, так скажем. Это как раз таки будет что-то не относящееся к группе «Квинт». Да, это абсолютно своя музыка. Серьезно. То есть вы для этого тоже находите время, да? Конечно, конечно, и благодаря тому, что мы занимаемся только музыкой, у нас находится время на то, чтобы и творчеством заниматься, и, ну, я думаю, в планах на будущее, наверное, такая задача номер один, наверное, выйти на Европу, и на страны. Заявить? Да, российских музыкантов. Из какого города сейчас вы к нам приехали? Где вы выступали? Из Вологды. Там мы активно пели песни песниров. Как вас приняли? Ну, как и везде, наверное, нас, да, как правило, хорошо принимают. Вообще, к трибют коллективам еще в России какого-то не сложилось отношения, ну, не устоявшегося. То есть все люди как-то по-разному к этому относятся, вот, и, конечно, они начинают присматриваться, прислушиваться, и где-то к середине уже атмосфера у нас в зале наступает уже очень хорошая, и в конце, как правило, люди встают из своих мест, и мы им это не запрещаем, даже поддерживаем. Вообще, нам, честно говоря, не очень нравятся сидящие залы, все-таки это музыка, по которой попрыгать, потанцевать. А вы слушаете только эту музыку, или вам нравятся какие-то современные исполнители? Мало современных, в основном старые. Конечно, мы не только эту музыку слушаем, я даже могу сказать, что группу Queen, я ее настолько в детстве наслушался, что сейчас не слушаю практически. Ну, только когда мы начали уже, так скажем, работать над материалом, уже по-новому так более детально в этом разбираешься и находишь много нового, и есть такой момент, что это снова тебе становится интересно. Современная музыка, ну, действительно, популярная музыка стала таким конвейером, мясорубкой, я бы даже сказал, погрубее, что люди научились делать максимальные деньги, и затрачивая минимум средств, минимум усилий, минимум времени, и в итоге получается, что очень много такого китчевого искусства, широпотребного, и куда-то, и что. Но крутые исполнители тоже появляются. Да, да, просто, ну, в общем, это очень маленький процент. В Дворце культуры нам сказали, что наша публика любит шансон и юмористов. Как думаете, зайдет сегодня ваш концерт у нас? Ну, шансона у нас точно не будет. Юмористов практически тоже. Я думаю, что название Queen им будет о чем-то говорить, они будут знать, на что они идут. Человек может слушать Стаса Михайлова и может слушать Queen. Но есть люди, которые вообще рок-музыку не слушают никак, но Queen они слушают. То есть, эта музыка, ее можно временно назвать и роком, и даже может быть популярной музыкой. Поэтому, может быть, любителям шансона тоже она может нравиться. Даже есть люди, которые знают песни, там, We are the champions, We will rock you, но они даже не знают, что это Queen. И они такие, а когда что, Queen, что ли? Оказывается, они даже сами того не подозревая, им нравится эта музыка. То есть, для некоторых будет сюрприз, да, сегодня? Еще дело в том, что... Некоторые не знают даже, что такое трибют. Еще дело в том, что Queen на протяжении 20 лет экспериментировали много, выпускали альбомы, и у них есть популярные песни совершенно разных даже жанров. Где-то это хард-рок, где-то это даже диско. Вот, и в этом тоже они, это их феномен, и они тоже объединяются с разномастную публику совершенно в этом. Большая часть нынешнего вашего тура уже позади. Это первый ваш тур? Ну, я бы не сказал, что большая часть нынешнего тура позади, потому что у нас в марте концертов еще больше, чем в феврале. У нас, по-моему, 17 штук. У нас такого еще не было. На пару дней домой и сразу же. Это для нас такой экстрим-тур на выживание, эксперимент своего рода, как мы это все выдержим. Это для меня, наверное, на выживание. Ну, вообще, для тех, кто поет, это, конечно... Ну, я думал, будет хуже. Если высыпаться, если отдыхать более-менее, то все довольно неплохо. Конечно, утомляют длительные переезды еще по дорогам, если не очень хорошие. Но пока, в общем, справляемся. Куда отправляетесь от нас? В Сыктывкаре мы еще отыграем концерт. В Сыктывкаре. Все, молодец. Спасибо вам большое за беседу. Удачи вам на концерте. Надеюсь, всем все понравится. Спасибо. На этом у меня все. Далее смотрите прогноз погоды, афишу культурных мероприятий. Хорошего завершения вечера. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Субтитры создавал DimaTorzok